Древняя русская культура Но, тем не менее, все-таки сквозь века дошли до нас определенные имена, которые для своего времени, конечно, были великими, и для нас они великие, потому что они дошли до нас, и мы можем сказать, что они выдержали испытания временем. И вот одно из таких великих имен русской культуры – это имя Нестор Летописец. Мы со школьной скамьи, со школьного учебника помним скульптуру Антокольского, старец, склонившийся над книгой, который пишет свою летопись. Это Нестор Летописец. Он жил в XII веке. Это интереснейшая фигура и, во всяком случае, действительно одна из краеугольных фигур до монгольской русской культуры. Борисов Николай Сергеевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века Исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. До нас дошло очень мало сведений о том времени и о биографии Нестора Летописца. Главное, что мы знаем о нем, это, собственно говоря, сводится к двум вещам. Первое, что он был монах Киево-Печерского монастыря. Это первый древнейший русский монастырь, монастырь, который был рассадником монашеской культуры по всей Древней Руси. И, конечно, там была библиотека, конечно, там были люди, которые интересовались историей. И вот среди этих людей и проходила жизнь Нестора Летописца. Ну, а кроме того, конечно, мы знаем о том, что он автор знаменитой летописи «Повесть временных лет». «Повесть временных лет» ассоциируется с Нестором. Тут есть некоторые споры среди историков. Во всяком случае, «Повесть временных лет» такая, как ее написал Нестор, она потом редактировалась. Ее редактировал года три спустя игумен соседнего Выдубицкого монастыря Сильвестр. И вот в редакции 1116 года она сохранилась до нас. «Повесть временных лет» – это корень древнерусского летописания. Ну, и, конечно, это уникальная историческая информация. Многое говорит уже само название «Повесть временных лет». Откуда оно взялось? Что оно означает? Дело в том, что это первая фраза текста летописи. Она начинается так. «Се повесть временных лет. Откуда есть пошла русская земля? Кто в Киеве нача первее княжити? И откуда русская земля стала есть?» То есть это углубление в нашу историю. Это древнейшая русская история, которая начинается еще и с времен Рюрика и первых киевских князей. И нормандская теория, легенда о Рюрике – все это там. И поход на Киев, Олега, и создание древнерусского государства, и войны Святослава, крещение Руси – это все «Повесть временных лет», все оттуда, понимаете? И в этом отношении, конечно, для нас «Повесть временных лет» – это основа нашей исторической информации о первых веках русской истории. На самом деле, летопись – это и исторический источник, и литературное произведение. И вот как литературное произведение «Повесть временных лет» была образцом, потому что Нестор был не просто летописец, который фиксировал погодные записи, что вот было то, было это, но он был писатель, он был великий писатель, который чувствовал русский язык, который чувствовал, что история и литература неотъемлемо находятся в единой связке. Так что Нестор учил как мастер, понимаете, мастер-класс. Он давал для наших древних летописцев, и все смотрели на него, читали. Вот повесть о призвании варягов, вот повесть о княгине Ольге. Это увлекательные истории. Были они на самом деле? Были. Литописец никогда ничего не врал, понимаете, потому что он чувствовал ответственность перед Богом. Он чувствовал, что он делает святое дело. «Доведают потомки православных земли родной, минувшую судьбу», как Пушкин говорил. И вот эта передача из поколения в поколение каких-то ценных сведений, каких-то нравоучительных рассказов для летописца было долгом. И в этот долг он не мог подмешивать какую-то явную ложь. Другое дело, что летописец – живой человек, и у него был свой взгляд на происходящее. Он считал, что вот эти князья правы, а вот эти неправы, что вот здесь вот они обманули, а эти вот благородно поступили. И это естественно, потому что он был живой человек. Ну и вот в этом отношении повесть временных лет она тоже пережила несколько редакций. Скажем, тот же Нестор, он обычно считается летописцем, работавшим на князей Ольговичей, то есть на потомках Олега Святославича. Ну, а редакция Выдубицкого, Игумена Сильвестра – это Мономах, семья Мономаха. Там уже тенденция немножко другая. Повесть временных лет с тех пор становится основой всех древнерусских летописей. То есть это как бы корень, от которого во все стороны идут местные летописные традиции. И если мы возьмем, скажем, новгородскую летопись, она начинается с повести временных лет. И дальше уже с 116 года тут уже идет более местная история. Или, скажем, Суздальское, Ростовское летописание, Московское – все начинается с корня, начинается от Нестора. То есть это основоположник. Действительно великие люди, которые что-то создали, что-то построили, то, что потом было полезно для их потомков. Ну, надо сказать, что до нас дошло немного подлинных летописей. Тех вот, которые дошли до нас в самом, так сказать, оригинале. Ну, самая старая, наверное, новгородская первая летопись – синодальный список, который относится к концу 13-го столетия. В 14-м веке – лаврентьевская летопись. Сейчас летописи у нас все идут под именами. Как они шли в то время, нам трудно сказать. Но, во всяком случае, имена летописи, ну, такие, как Никоновская летопись, такие, как Симеоновская летопись – это связано прежде всего с тем, где эта летопись была найдена. Историки постоянно ищут эти летописи. Это было уже в 19-м веке. Искали, находили. Огромная работа, которая ведется учеными с летописями – это так называемое летописеведение. Это особая область русской истории, древнерусской истории, летописеведения. Здесь есть свои знаменитые исследователи, свои достижения. Но прежде всего, академик Шахматов знаменитый был, специалист по летописям. Его последователь Михаил Михайлович Преселков. Ну и целый ряд. Борис Александрович Рыбаков знаменитый академик тоже. И действительно, люди годы тратят на изучение летописи для того, чтобы понять, что и откуда. То есть, как бы разложить по пластам хронологическим. Что вот это вот идет летопись ростовская. Вот это вот идет летопись, скажем, не смоленская, а новгородская. То есть, размонтировать. Летопись как бы смонтирована из разных фрагментов. А летописеведение старается понять, что откуда. Для чего? А для того, чтобы более достоверно восстановить истину. Потому что ведь летописцы были субъективны. И когда заказчик говорил игумену монастыря, а тот говорил летописцу, что вот надо написать летопись, но так, чтобы эта летопись понравилась. Чтобы представленные в ней, скажем, князья Ольговичи, выглядели блестяще. И наоборот, их противники выглядели совершенно, так сказать, обратную сторону. И вот, каждая летопись со своей колокольни смотрит на происходящее. Иногда летописец был просто вынужден это делать. Иногда он от души это делал, потому что был патриотом своей земли и видел ее в своем освещении. Во всяком случае, вот это вот искусство, разобрать летопись по источникам, а потом собрать в единый летописный свод, уже как реконструкция. Это очень сложная, но очень интересная работа. Летописеведение напоминает, вы знаете, работу часовщика, который тончайшими движениями восстанавливает механизм часов. Вот так и летописеведение. Это тончайшими движениями ума воссоздать прошлое так, как оно действительно было. Из нескольких тенденций создать реальную историческую картину. Ну, нас, конечно, интересует прежде всего московское летописание, потому что оно ближе нам во всех отношениях. И вот московское летописание довольно позднее. Довольно позднее. Ну, скажем, пожары, бедствия, погибло все, конечно. Ну, например, самый старый текст, который можно считать московским летописцем, это текст, так называемый, «Летописец великий русский», конец XIV века. Ну, есть, была, вернее, Троицкая летопись, знаменитая, с которой работал Крамзин, пергаменная летопись. Она в основе своей была московская летопись. По крайней мере, московские известия там хорошо читаются. Но, к сожалению, вот, в 1812 год, пожар Москвы, Троицкая летопись погибла. И сколько погибло еще этого, трудно сказать, даже представить себе. Так что самая первая летопись, которая сделана была, скорее всего, в Москве, так, на 90%, это свод 1408 года, составленный митрополитом Киприаном. Был такой книжник, болгарин по происхождению, но митрополит киевский, всея Руси. Он жил в Москве последние годы своей жизни и работал над московским летописанием. Вот это свод 1408 года. Ну, а дальше уже в 15 веке здесь уже сохранилось больше летописей. От Ивана Третьего целый блок летописей сохранился. И в целом летописание, как особый литературный жанр и как особый вид исторического источника, летописание сохраняется примерно до времен Опричнины. Опричнина заставила замолчать летописцев. И вообще, знаете, здесь происходит какое-то переосмысление понятия об истории. Дело в том, что материала стало так много, что он просто не умещался в формат летописи. И летописи предельно лаконичны. Каждый год сообщения два, три, все, проехали, идем дальше. А здесь уже, там Ливонская война, там Татары, там взятие Казани. Все это огромные повести, которые не влезают чисто механически в формат летописи. Они живут самостоятельной литературной жизнью. Ну, а кроме того, летописцы стали просто бояться самостоятельно что-то от себя добавить, потому что время Ивана Грозного тут особенно, так сказать, не пошалишь и не покритикуешь правительство. Вот, поэтому летописание обмелело и, в конце концов, превратилось уже в такие эпигонские летописи 17-18 веков, которые просто повторяли старые летописцы, ну, что по мелочи что-то, может быть, добавляли. Так что великая традиция идет от нестаролетописца, традиция древнерусского летописания. Это наша политическая история. Прежде всего, конечно, летописи рассказывают нам о чем? О войнах, о сражениях, о бедствиях. Но это часть жизни. Была и другая часть, повседневная, но о ней никто не писал, потому что считали, ну, зачем. А вот борьба, победы, поражения – это летописи. И, читая эти летописи, мы чувствуем, как само время дышит на нас с этих пожелтевших темных страниц. На чем писали летописи? Ну, кстати, вот тоже интересный сюжет. Летописи, вообще говоря, писали на пергамени. У нас вообще книги писали, рукописи писали на пергаменте. И бумага появляется у нас только начиная с 15 века. Причем сначала это идет привозная, итальянская бумага, там немецкая. А потом уже, начиная с 16 века, начали делать свою. Поэтому древнейшие летописи – пергаменные летописи. Потом уже они идут на бумаге, и по этому признаку можно датировать примерно, ну, так датировать. А если эта летопись написана на бумаге, то на ней должны быть водяные знаки. Водяные знаки – это тоже целая, так сказать, область исторической науки, источниковедения, как определять время по водяным знакам. Да, и вот вся эта разнообразная, интересная историческая информация, вся как от корня идет от нестора летописца. Он для нас – это точка отсчета. Точка отсчета в нашей древнерусской культуре, в нашей памяти о нашем отечественном прошлом. Субтитры создавал DimaTorzok